Добрый день, Дмитрий. Знаете, Тихоныч, у меня вот по Даниилу очень много вопросов собралось, на которые я не могу никак найти ответа. Такие есть и мелкие вопросы, есть и покрупнее. Начну вот с самого начала. Даниила 2,5. Сейчас я прочитаю. «Отвечал царь и сказал Халдеям, Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины». Мне вот интересно, почему Слово отступило от него? Что это значит? Видите, это образ речи, какой-то у нас, допустим, допрашивает Христа. А Христос говорит «ты сказал». Мы же так не говорим. Но Он ссылается, что эти слова «ты сказал» и фактически ты за них отвечаешь. Ты доказывай их. И здесь, говорит, Слово отступило от меня, то есть в ответ у меня нет ничего сказать, я забыл. Мы бы сказали так, я вот сон видел и забыл, вы мне расскажите. А Он говорит «Слово отступило от меня». Вот, допустим, когда император, царь Николай подписал «мы» Николай II. Нам это кажется странным «мы». Но когда в уважительной форме говорим, мы друг к другу обращаемся на «вы». Ведь еще надо понимать, почему я так сказал-то. Ему нельзя было так сказать, выходит. И поэтому они, когда, не говори, там спало на ложе, сон посетил, такие, значит, превыспренние выражения. Он забыл. И теперь у нас сон его тревожит. Что-то было тревожное. А они бы начали подгонять под это. Нет, вы скажите, что я видел. Они говорят, этого никто никогда не просил. Просто я подумал, что он просто не мог скалать, ему почему-то рот был запечатан. Нет, он забыл. Слово отступило, то есть я забыл. Слово рождается в памяти. Происходит процесс воспоминания. А тут я встал и слово отступило от меня. То есть у меня нет слов сказать, потому что они не основаны на памяти. Память ошибла. Бог скрыл. Для того, чтобы проявился Даниил. Ага, все, я понял вас. Хорошо, следующий вопрос. Даниила 2.34. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил его. Почему в этом стихе Иисус как камень идет? Он как камень преткновения, что ли, или как это понимать? Да как, как, краеугольный камень. Краеугольный камень. Вот он говорит, наполнил все, не рукой оторванной, а событиями, назначенными Богом. И отрывается от чрева Божьей Матери. И наполняет весь мир и все системы, все мусульманство, весь буддизм, весь иудаизм остается уже на другом плане. Наполнит весь мир. То есть это, во-первых, проповедь, ну и кончина мира, когда наполнит Царствие Божие. Там чуждые там не будут. Это надо смотреть шире. Вот и все. Просто интересно, что гора всю землю наполнила. Это как бы представить-то невозможно. От международных событий, от расклада, какие есть, в это время отрывается камень. Там они появлялись, разные события, разные государства, и вдруг камень. И камень не ударит ни коммунизма, ни социализма, ни фашизма, а только будет один Христос. И он наполнит собой весь мир, когда придет судить мир, и все, и во всем будет Бог, о чем Павел говорит. Меня смущает то, что не показана моя рамка, и я не вижу, как я сижу, правильно или неправильно. Все отлично, посерединке. А то, может, надо выше, ниже. Куда она делась, даже не знаю. Все нормально абсолютно. Хорошо, говорите, если там я где-то перемещусь. Даниила, 2.41. Давай. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. Мне вот интересно, почему именно здесь горшечная глина, а не просто глина, употребляется? Да, просто глина вообще не употребляется, кроме кирпичей. Горшечная глина, из которой делает сосуд. А сосуды бывают добрые, недобрые. Он показывает, что это не просто глина, а устройство государства на человеческом континенте. Он прямо на это и указывает. Что хотите, чтобы пришел Павел, говорит, с железом? Зачем? И говорит, с железом сокрушишь сосуды горшечника. То есть, это речь идет о людях, о обществах, о государствах, о строе. Не просто глина. Он этим как раз и показывает сосудами названы люди. А в доме бывают сосуды в низком и высоком употреблении. И он говорит, я пошел в дом горшечника, или мне я смотрю, он ногой кружало крутит, и сосуд у него развалился, он измял глину и заново другую сделал. Ну, не получился социализм, будет капитализм. Вот и все. Понял. А почему от железа с глиной... Это означает, там написано, часть будет крепости. Одновременно сохранялась еще компартия в 1991 году. Она все держала, 18 миллионов преступников-то. А в то же время, без всякого боя сдали все позиции, сдохла эта проклятая партия. Самая злобная, самая ненавистная за всю мировую историю. То есть, если разбирать по частям, то и идея коммунизма, и вот это построение социализма не в сотни, в тысячу раз хуже фашизма. Фашист Гитлер не уничтожал своих. Там нормально жили, развивались. А тут под корень. И купечество, и промышленность, все под корень. И священство, и казачество. И друг друга начали пожирать. Смотри, что 1937 год давал-то. Выхрестали армию-то. Дивизиями капитана руководили, пятились. И поэтому надо сказать так, что была крепость, и была глина. Глина то, что не смешанная. То есть, она не чистая железо. А когда обжигают, то там глиняное все делается. В чем она обжигается-то? Когда плавится железо-то. И вот она все перемешалась. Ну, то есть, дурная плавка-то. И поэтому это царство, оно не устоит. Оно тоже рухнет. Ну, это же до конца времен же будут глины железа. Да, последнее. А железо-это же Римская империя, правильно было? Первая? Да. Нет, там персидская показана, какие меда-персидская. Нет, ноги железные, то, что это же Римская империя. Да, это о Риме говорит. То есть, она перешла в нашу... Да, она перешла на римском праве всех конституций мира. И то, что пришел Рим, дальше уже не смотрели. Но мы можем свободно показать, это и об Антихристе. А глина тогда это кто? Глина это самая нестойкая та оболочка, в чем все плавится. Оболочка. Вы доминую печь видели когда? Ну, из чего она доминная печь? Металл-то плавится в сосуде. А какой сосуд? Вот это и есть. И они там творили это, забивают глиной, а потом оно крепко делается, потом ее вышибает и идет. Глина это то, что непрочное. Даже если она и обожженная будет. Нет. И почему Советский Союз это окрухнул-то? Его никто не разбивал. У Гитлера понятно, там бомбят и до конца за него держатся. Там одно железо было, а здесь нет. Там глины не было, а здесь с глиной наполовину. Молились тайно, прятались. И все ненавидели эту власть. Как бы она поскорее сдохла. Вот на поле у нас работают мужики, видно. Комбайны ходят, машины. И секретарь Компартии по идеологии, там торчит Морозов Николай Иванович. Здоровая дубина. Зачем, я говорю, ты здесь нужен? Там он злобится. Я говорю, ну ты сфотографировался с ними. Ты ни на комбайне, ни пыль не глотаешь в галстуке. Приехал, сфотографировался и поехал. Компартию закрыли. Все эти дворцы отдали у нас под суд. Жизнь идет дальше. Ни одного нет коммуниста. А эти везде были горкома, обкома. Ну все переполнено ими было. Без партии никуда. Это движущая, организующая роль. То есть самая разлагающая, самая подлая. И вот все это развалилось, потому что у них власть-то была, сталинская железная рука, а ничего нет, глина, одна глина. То есть нормальное человеческое состояние, человек из глины состоит. И они никак его не могли переделать в железное. Только отступали миллионы, в плен пошли, там 4,5 миллиона сразу. И там стали отряды делать, из этих против русских идти. Немцы брали в плен. Почему из них отряды не делали против Гитлера? Это ни одного отряда нет. А там целая дивизия, уновцы и кого только не было. Здесь глина была. И они позорно пятились, пятились и все опрокинулось. И есть такая фотография. Горбачев Михаил Сергеевич сидит, руки вот так вот раскинул. Она сама развалилась. Вот так вот. Руки раскинул. Я ее не валил. Это империя лжи и зла. Она рухнула. Я молился все время о ее крушении. И когда она сдохла, это и идеология. Для меня был праздник. А сейчас пишут, благодаря таким, на меня указывает корреспондент, подтащились у стоек коммунистического режима. Ну, то есть признали, что мы тоже что-то делали. А чем? Ну, то, что молились и проповедовали, говорили. Понял. Геннадий Ильич, получается, мы сейчас живем в последнее время по предсказаниям Даниила. И ступни ног, да, это очень маленькое, получается, занимает, как сказать, соизмеримо с истуканом, да, это очень маленькое время. И сейчас, получается, очень мало времени пройдет, чтобы уже наступила кончина века. Я правильно понимаю? Да, в общем-то, так-то где-то близко к этому. Но мы можем сейчас даже и посмотреть пока. Я зайду в книгу одну, здесь одна книга есть такая, называется «Третья книга Ездры». Вот, третья книга Ездры. Мне надо ее вывести. Вы пока другой вопрос задавайте, а я сейчас на нее выйду. «Десять пальцев на ногах» – это кто? Что значит «десять пальцев»? Какой смысл? Смысл в том, что там же «десять пальцев» же есть, они в любом случае что-то же имеются в виду на ногах. Они же что-то имеют, там, цари или кто это. Да это не, толкования нету. Там не могут быть цари, пальцы, пальцы. Смотри, это, святые отцы говорят, не каждое слово толкуй, оно дается только общая концепция. Вот, допустим, ну, говорится определенно. Если должен был столько-то, пиши 80. Масло там, когда неправедный управитель был. Сколько должен? 100. Пиши 50. И каждую цифру 80-50 не толкуй. Вот я еще хотел сказать. Третья книга Ездры себе запиши. 49 стиха. Это вам ответ. «После сего прошло передо мной облако, наполненное водою, и пролился из него сильный дождь. Но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал ангелу мне, размышляй себе, как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым». А почему? А в 48-м псалме он как раз об этом говорит. Вот смотри. «И стал я увидел, вот горящая печь проходит передо мною, и когда пламя прошло, я увидел, остался дым». Это с 48-го по 50-й стих. Вот считай. «Прошел дождь и каплю, вот время, которое осталось, так это тогда еще говорено. С чем оно сравнивалось, как? Ну, такие слова». Нет, просто вот как бы все рога, которые были там на козле, на овне, да, они все как-то обозначаются. Я думал, может, и пальцы как-то все-таки тоже… Никак не надо. Даже если они обозначаются, ошибка на ошибке может быть. Услышали? Самое главное для нас – это камень. И человеческой рукой ударил, расшиб все политические системы мира и наполнил собой всю землю. Это речь идет о Христе, об его учении. Вот это главное. А там пальцы, волосы, считать, глаза, нос – это пусть другие занимаются. И ваше дело знать времена и сроки. Христос сказал об этом. В это никогда не вдавайся. Я знаю на этом люди, знал людей, лично знал, которые на книге Даниила рехнули с ума. Просто лишились ума, и все. Бог отнял. И они начинают считать, вот сколько голов там было в Откровении, там перья, вот как раз Третья Ездра говорит, зачем это все? Я хотел знать толкование. Толкование на Третью книгу Ездра. И кое-как я ее нашел. Просчитал, это все толкуется о прошедшем времени. Я закрыл, больше в руки не брал никогда. Зачем мне нужно, когда это прошло? Это история, это дым. Мне это совершенно не нужно. А тем более люди толковали толкование, и сама книга, это не на равных идет. И что интересно, ни один святой отец этой книгой не пользовался. Нигде. Вот и все. Я принял это для себя, и я не входил в высокое, и для меня недосягаемое. Это говорит Давид. Не смирял ли я души моей, как дитя тебе, отнято от груди матери? Вот и все. Мне очень, как ребенку, хочется пососать, попользоваться грудью матери. Это два завета, ветхие и новые. Но я смирял себя, тебе это не надо. Я не теоретик. Тем более те, которые толковали, они часто разнились, спорили, в рукопашию сходились. Этого не надо. Это все уже прошло. Главное, это камень. И не рукой человеческой отрывается. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего синить тебя, это не рука человеческая. При зачатии человеческом тут не от хотения мужа, говорит, не от крови и плоти, но от Бога родились. Вот от Бога этот камень отрывается и наполняет. Дальше. Натихин, еще такой вот вопрос насчет ступни ног. А когда началась эта эра? Когда смешалась, не смешалась глина с железом? Когда железо прекратилось? Это знаете, если вам так хочется уже это знать, только я не говорю, что ты правильно узнаешь. Я у Адвентистов седьмого дня. У них эта книга замусоленная, там не видно даже считать. Они сидят. И кто правильно толковал, нет. У Феодорита Кирского есть, у православных. Я его начитывал. Но только все касается прошлым. Я для себя поставил. Я не историк, и мне это не надо. И взять оттуда я уже ничего не могу. Я очень ограниченное для себя оставил сперва. Но в этой ограниченности я понял, это безмерное море и океан. Каждую заповедь Христа, как ее применить на деле? Вот задача. Как ее выполнить? И чтобы это было не просто механическое исполнение, а чтобы это было с любовью, с радостью. Чтобы все время исполняться Духом Святым, стяжание Духа Святого. Вот эту задачу я поставил для себя 53 года назад. И к этому каждый стих Писания я вижу во свете Библии. А толковать вот это никогда не занимался. Я говорю, я знаю православное, адвентийское, эговейские толкования, но никому не приложился. Мне это не надо. Зачем? А может ошибка, может ошибка, все неправильно. Понял. Хорошо. Даниила 3,16. Да, 3,16. Сейчас прочитаю. И отвечали Сидрах, Мисахи и Авдинага и сказали Царюну Хардоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Ой, что-то не то, по-моему. Что-то не то. Так, еще раз назовите, какое место? Даниила 3,16. Что-то я помню. Все раз, пожалуйста, Даниила 3,16. Это минута одна буквально. Даниила, третья глава, шестнадцатый стих. Слушайте. И отвечал Сидрах, Мисаха, и сказал Царюну Хардоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которого мы служим, силен спасти нас от пищи, раскаленной огнем. И от руки твоя царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоими служить не будем. И золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Тогда Новохардоносору располнился ярость, и вид лица его... Ну, дальше понятно. Ага. Вот, я понял. Все правильно было. Когда вот это все они говорили, где был Даниил? Мне вот это интересно. Не написано. Не написано. Вопрос такой даже не стал. Они имеют в виду, что они были не вместе, да? Что Даниил где-то был... В общем, случай, здесь не вместе. Седрах, Месах и Авдинаков. Все. И их поминают. Даниила нет. А где он был? Даниила нету. Время уже ушло 2700 лет назад. Еще мы будем вопрос такой задавать. Я считаю, это праздный вопрос. Не, просто они же предстали пред царем, потому что они его поручения, ой, не повеление его не... Хорошо. Они предстали. Но дальше не написано, что они будут неразрывно во всех событиях. Допустим, когда Даниил там поражал идола, вилла, мы будем ставить вопрос, а почему только он, а где, Седрах, Месах и Авдинага? Так, интересно. Все, я понял тогда. Просто Даниил тоже не поклонялся идолам. Чего мы не сказать не можем. Ян Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. У меня такой вопрос никогда не возникал. Здесь его нету, и вообще даже вопрос не надо ставить. А где он был? А где его жена была? Нигде. Их кастрировали. Они были уевнухами. Они были лишены потомства. Вот как. Хорошо. 3.25. И став Азария молился и открыв устатствие среди огня, возгласил. До того, как ангел сошел к ним в печь, они как в огне ходили, получается? Потому что он, когда к ним сошел, они сразу окружил его огонь. А до этого, получается, они в огне ходили. Не знаем, как написано. Ни одного слова к тому не добавляем. Они там были. И как считают? Да просто ангел зашел и выбросил огонь. А до этого, по повелению Божию, огонь не касался, и дым их не касался, и ни одна волосинка не сгорела. А раньше или позже ангел мог и не сходить. Ты только скажи слово, и слуга мой выздоровеет. Нет нужды тебе, Господи, ко мне приходить. Так и здесь. Нет нужды, чтобы ангел сходил. Но специально было сделано, чтобы они увидели четвертого, ходящего, подобного сыну человеческому. Вот, кстати, вопрос сразу насчет сына человеческого. То есть, когда царь их увидел, он говорит, что это сын Божий, или как он сказал, я что-то не помню, в каком-то стихе. Он откуда знал, что это вообще, как он мог быть похожим на сына Божия, если он ни разу не видел-то ангела? В первую очередь, надо понимать, что он ничего не мог сказать того, чего не видел и не представлял. Они увидели, что та фигура, которая с ними, так назовем, то существо, которое находится в огне, у него есть руки, ноги, ничем не отличается от человека. Для них это общее выражение сын человеческий и сын богов. Если он сиял краскою, особым светом, то люди сразу понимали, что это не человек, а Бог. Это у язычников было очень просто. Когда написано, ну, Павел там исцелил, и в это время стали говорить, боги в образе человеческом сошлись к нам. Считаем, 16 главу, везде, в Деяниях Апостолов. И когда на острове Мелит были выброшены, и ехидна повисла на его руке, все стали думать, это преступник. Но когда подождали, он не умирает, и все переменили мнение и сказали, это Бог. То есть, они из крайности в крайность бросались. И все оказалось неверно, ни то, ни другое, а посередки. И он был обыкновенный человек. И яд ехидны на него не подействовал. И даже не написано, что она укусила, но ее так толкует. смертоносная змея. Он ее в огонь стряхнул свободно. Так и здесь. Он не видел. Ну, а как же послы эти? Владимира были, и когда новую веру-то избирали они, мы были как на небе. Еще они на небе были. Ну, срань. У нас, когда все хорошо, мы говорим, ну, тут как в раю. Или говорят, ну, как у Христа за пазухой. Можно подумать, за пазухой он и ночует. Ну, у нас такое выражение. Ой, ты, душа моя, ангел мой, девушки говорят. Интересно, говорит, ангелы. А откуда же женщины-ведьмы берутся? Все ангелы. Это человеческое представление, что хорошо, значит, как в раю. Или часто говорят, ну, тут невозможно жить, как в аду. Мы скажем, ну, не в аду, потому что в аду нет воды и нет покаяния. А здесь можно напиться и покаяться. Еще нет. Понял. Даниила 3,60. Благословите Господа все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите его вовеки. Что это за воды превыше небес? Это толкование разное дается. Ну, допустим, первая книга «Бытие». Давайте откроем сейчас, в нее войдем. Вот. Первая книга «Бытие». Вот. Дальше увидел Бог хорошо, светило, Бог создал. отделил воду, первая глава, седьмой стих, которая под твердью, от воды, которая на твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. Одна выше, другая нежная. То же самое. И отсюда идет. Что это атмосфера, атмосфера и тучи, которые идут и несут? Ну, предположительно так. Иные считали, что где-то там, влитые там, стратосферы, определенные озера оттуда проливаются. Конечно, нет. А ну, какая же твердь-то, воздух? Твердь. Иначе как бы самолеты-то летали? По тверде небесной летают птицы, получается. Ну да, по тверде. Твердь это твердая. Твердая. Но мы не ощущаем этой твердости. А спрашивается тогда, ну, допустим, взять наждак. И по наждаку, если сильно так быстро водить, там какой-то металл, он нагреется. Угу. Просто может расплавиться. И когда космические корабли входят в атмосферу, как они нагреваются-то? Одна из задач, именно чтобы не сгорел он полностью. То они, какие глыбы летят из космоса, и попадая в атмосферу, все сгорает. Это твердь. Твердь, но более разжиженная. И все. Угу. Ну, получается, воду от воды твердь разделяет. То есть там... Вода на земле и под землею. И та вода, которая в атмосфере. И то, что вот этот слой воздуха, который отделяет, вот твердью и называется. Это у Василия Великого Шестоднев подробно разъясняет все. Очень хорошо у баптистского Рогозина, Павла Иосифовича. Он подробно разбирает, потом находит у него недостатки, а я ее насчитывал, распространял. Златоуз говорит, почему у человека брови? Ну, на голове у тебя волосы-то сантиметров пять. Ну, а бровеносец кто был? Ну, Брежнев, Леонид Ильич, брови. А зачем брови нужны? Зачем они? Они никакой роли не играют. И почему они дальше не растут, как у Вия, у Гоголя? А для того, Златоуз говорит, вот смотри, ты потеешь, и пот течет, и чтобы глаза тебе не заливал, чтобы солью не выяло глаза. Для этого, говорит, козырек, он отводит их в сторону, как вот, ну, от дождя, когда на окнах-то мы делаем, подоконник-то, снаружи-то. И даже, а почему сердце не вверху, а ниже, выше всего, а ниже легкие, показывают рядом. Ну, а для того, чтобы когда заволнуется, чтобы легко было ему прыгать на мягком. Вот и все. Вот я как-то загадку загадывал, мы едем в вагоне. Я между делом это все говорю. Ну, и давай загадку загадать. Разрешается пять ошибок сделать. А если пять ошибок ты сделал и не разгадал, значит, и проиграл. Ну, проиграл, значит, что-то скажешь. Ну, давай. Вот. У меня что в кармане? Вот я взял в руку и держу. И скажу, вот, вытащил руку и говорит, отгадайте, что у меня в кармане? Ну, все начинают думать так, живое или неживое? Я говорю, нет, неживое. Так, все остальные слушают. Так, этот один, неживое. Ничего нет. Тогда он, подожди. А оно где, в природе встречается или у человека? Да, оно во многих местах встречается. Понятно. А оно стоит деньги? Не стоит. Деньги тратят на то, чтобы от него избавиться. А когда избавятся, платят еще больше, чтобы приобрести. Вот, понимаешь, загадка. Я ее, как правило, на ходу составил-то. А то выходит, если нету, это плохо, очень плохо. А сегодня мы все время тратимся на то, чтобы убрать. Этого не было. А оно очень нужно. Ну, гадали, гадали, там белое, какого, света там, ну, разного бывает. Один проиграл, второй начинает. Но ему уже легче, уже там свели. И так никто не мог отгадать. И что такое? Я говорю, сопли. Сопли в носу. И они бывают у животных. Для чего? скользкая слизь. И туда налипают тут волосинки, они как задерживают. И пыль, все там налипает. И мы, ну, тратим деньги-то какие? Платочки покупаем, там еще, когда течет во время гриппа, болеем. Вот. А если исчезнет, и нос сухой. Я знал таких людей. О, они такие все время мази покупают, потому что все проникает им легкие тогда. Но это как калорифер стоит. И на калорифер-то почисти, посмотри, сколько там налипло всего. И вот оно такое слизкое вещество, и мы еще, как бы, пренебрегаем этим. А на самом деле, это здорово. Бог все предусмотрел. Ну да. Вот такой ответ. Понял. Данила, 30, да-да. Хотели что-то сказать? Да нет, все, говорю. Данила, 30, здесь. Благословите Господа киты, и все движущиеся воды ходите и возносите его вовеки. Почему Господь выделил именно китов, все остальные? Так, я сейчас должен посмотреть. Так, какая была глава? 3,79. Так, подожди, Данила, 3,79. Вот. Здорово, конечно, это 3,79. 3,79. Надо мне посмотреть, а то я, может, не раз и что. Волосите Господа киты, и все движущиеся воды в похе и привознесите. Ну, а если бы он сказал не киты, он сказал дельфины, вы бы спросили, почему дельфины? Да. Ну, он так вот, так вот выделил ее, в пик он большой, и видели они, какие-то, израильцы, только там моряки отдельно плавили, это не такая страна, которая, как Англия, так большие корабли плавают, и поэтому, когда узнали, что она такая, есть там 350 тонн, это ужас какой, что, как корабль настоящий, и он говорит, благословите Господа, то есть, не нападайте на нас, а прославляйте Бога, что вы такие большие. Они еще не знали, что их можно убивать, ну, употреблять в кище они бы не стали, потому что чешуи нету, это животное, вот, и превозносите его в вовеки, понятно, благословите все птицы небесные, вот, звери и весь скот, звери это дикие, скот домашний. Здесь-то понятно, да. Ну, да. Просто там, почему отделил именно кита, вот, от всех? Удивление вызывало, большое удивление, и он его выделил, вот, вот, допустим, Гадаринские, два бесноватых, один евангелист пишет, два выскочила их, а другой пишет, один, так два или один? Два. А почему другой, говорит один, он выделил самого яростного, и все. Второй он просто упустил, такие часто встречаются. Вот я был, допустим, на арене, и видел, как там тяжести поднимают. Я, говорю, видел удивительного человека, он зубами сдвигает с места автомобиля, тащит, а другой берет железо, откусывает и жует. Ну, вот, как очарованный странник, у Николая Семеновича Лескова, он, выпьет ему дадут, и он дальше разжевывает этот стакан, и глотает его. Ну, там было много чудес, а я только одно выделил, пришел, одно, почему оно меня поразило. Человек, такие зубы имеет, твердые, и так, так он может, железо жевать, и стекло. А там были другие чудеса, подбрасывали гири, ловили, я такое могу сделать, что-то маленькое хотя бы, а вот это не могу, я язык порежу. И я о нем заговорил, потому что я очень удивлен. Вот и здесь он удивился, кит поразил его воображение. У меня отец, мой, Тихон Дмитриевич, он как-то в Москве был когда-то там, ну, молодой когда был, но ему ничего не запомнилось, а он нам рассказывал, я видел, говорит, женщина одна одета, так у ней, говорит, пальто из сорочинных сделано перьев, ну, сорока вот летает, длиннохвост, это ее, дальше с нее, чучело-то сними, и вот такими, у нее, у нее вся шуба, она идет, так, перья, так почему? Во-первых, он знает, что сороки у нас летают, он фазана никогда не видел, другое нет, и сороку употребить на то, чтобы она шла, как сама, как сорока, он просто поражен был этим, и нам детям всегда рассказывал про это. Понимаешь, нет, так и здесь, это писал-то Даниил, а если я писал человек, который дельфинари занимается, он бы дельфина вывел, сказал, вот это да, какие-то еще, а вот дельфин, очень умный, очень умные косатки, одни из самых коллективных убийц, вот поэтому. Понял, Даниила 4.7, сейчас прочитаю, видение же головы моей на ложе моем были такие, я видел вот среди земли дерево весьма, весьма высокое, это говорится, естественно, о Новоходу Носоре, о том, какого он дерева, то, что там все под ним прячутся, там птицы небесные, вот мне интересно, его описывают, как такого прям вождя, получается, на весь мир, а вот Соломонова царство и Новоходу Носору, они были равными царствами, или это все-таки что-то было лучше, вот мне кажется, какое... Нет, так вопрос не ставится, они были в разное время. Ну да. Если бы они были одновременно, можно было бы сравнить, во-первых, это был всемогущественный царь, которому покоряли все, и израильское царство пало, пало, разрушен был храм, Соломон был раньше, как правитель, был мудрый, но не надо забывать, что Новоходу Носор это был раб Божий. Вот читаем, Кир, царь мой, царь, раб мой, у Еремея написано, да как он, Кир, не знает Бога, мало того, через запятую написано, помазанник мой, помазанник Христос. Христом назван, кто назван, Горбачев, я определенно знаю, вот почему, а он выполнил особую провиденческую миссию, от мессианства, освободил народ, они пришли домой, и при Горбачеве церковь была выведена из-под поля, надо просто понимать, называется экстраполяция событий во временной форме, перенос, и так и здесь, вот он так это видел, сравнивал, и по тени его, то есть под защитой его, как у России было, на него нападают там турки и прочее, они просятся, армяне просились, грузины, и Россия их приняла, а с Россией-то воевать, это не с Грузией, и теперь тронули Грузию, русские войска сразу пошли и навели там порядок, геноцид, который против армянского народа был, а Россия-то уже могущественное государство было, у Владимира Сергеевича Соловьева, он об этом говорит, когда зашли в одну деревню, там где-то, у армян-то, а там они уже, яныщары эти все захватили, женщина зарезана, ребенок зарезан, геноцид, уничтожение всех подряд, ну они решили эти, где они там, узнали, где они там эти, которые идут, грабят, убивают, они там немного там спятились, русские, установили пушки, ну и, а тех-то там много, ну сколько там, допустим, 500, 500 это большое, коннес, и, а русские выскочили, там человек 20, да и на них-то, как, вроде, нечаянно-то, а потом от них как отклонили, но они завизжали за ними, но они-то их как проскочили свои-то, а пушки-то стояли, они как сжахнули, и там лапшу такую навешали, от них праха не осталось, и все, никакого геноцида нет, это они с ними воевали, они такие герои, он как у чеченцев, завязали глаза, режут со связанными руками, это, ну какие же это герои-то, герои, вы даже боитесь, вы палачи, режете беззащитных, и боитесь лицо показать даже, никакого геройства в этом нету, ты бы вышел с людьми, которые воюют, вот здесь Альфа, другие там есть, иди с ними воюю, а то с христианами, берут их там эти копток, режут, это Агнца, склонили голову перед львами, и все. Получается, наоборот, они герои, кто склонил голову. те герои, которые стоят, они умирают, переходят в рай, а эти-то достойны самого страшного наказания, убийцы, за них только можно молиться, что, Господи, не вмини им этого греха, и обрати. Понял, Инатий Иванович, так, Данила, седьмая глава, четвертый по восьмой. Первый как лев, но у него крылья орлиные, я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй похожий на медведя. Ну, тут перечисляются все звери. Мне интересно, вот по порядку, что каждый зверь значил? Я еще раз говорю, что если вы хотите этого узнать, Феодорита Кирского, запиши, зайди в интернет и возьми, каждое слово истолковывается. Меня это нигрома не заинтересовало, это все прошедшее. То есть к нашим временам это не имеет отношения, да? Никакого. Совершенно. Меня это не касается. А раз не касается, мне зачем голову набивать, чем не надо? Мне нужно очень хорошо узнать на горную пропасть. Блаженные кроткие, блаженные нищие сердца, духом, блаженные плащащие. Вот эти девять блаженств мне хочется иметь. И быть Вадимом, Духом Божиим. Я объясняю это. А это мне знание не нужно. Я умру, если меня не спросится это. Я не могу никак применить. Я не могу никак говорить, потому что толкование у разных людей разное. И никогда толкование не равняется самому сущему. Сущие – это то, что написано. И люди, которые считают толкование Вальсамона, Аристида, Зонары, и начинают этим, показывают там, как Милоша, за основу. За основу берется правило. И толкование – это не правило. Толкование может быть правильно, может быть неправильно. Но о ком я назвал, церковь их признала. Так и здесь. Я его не просто считал, а начитывал на пленку эти толкования Даниила. И распространял на пленку с выражением. Так и называлось Феодорит Кирский. Заряди где-то. Она обязательно в интернете есть. Толкование такого завета. Если они имеют отношение к нашим временам, просто вдруг там в Библии иногда бывает, что и к прошлым временам, и к нынешним имеют отношение. Это 24-я глава Евангелия от Матфея и 21-я Евангелия от Луки. И 17-я, 18-я глава Откровения. Вот это вот надо знать. И то знать, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников. Еще расскажите, пожалуйста, места представления. Матфея Евангелия 24-я глава. Это необходимо знать. И Евангелие от Луки 21-я глава. Ну и Откровение целиком все. Вот у нас в Трехтомнике оно дается по всем святым отцам. Это надо знать. Но знать только в той мере, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников. Ложное толкование, сектантские суемудрия, тысячелетиям царствия, никуда не увлечься. Только для этого. Для спасения оно мне никакой роли не играет. Я только прошу Господа Бога быть Ему верным. А то начинают вот сейчас пищать там чипы, паспорта, электронная карта, увек там, и чего только. И вот я знаю, что эти люди ничем не занимаются, не благовестники. И их просто не просто сами, а враг. Сатана спихнул туда, и они там умирают. Паспорта какие брать, не брать. Перепись, нельзя участвовать. Они не смотрят, что об этом говорит в священном начале патриархии. Говорит абсолютно правильно. Так что это значит? Это предтечи. Если можешь, не принимай, но только знай, какие последствия. А что это не относится? Почему так? Все покупают, продают. Ты не принял. Тогда по сути, лучший толкователь, это ты сам. Ты борешься против этого, ну, там, какие штрихи, коды, паспорта. Я говорю, у тебя-то нету, нету. Ну, ладно, я в магазин иду, потому что у меня есть печать, по-твоему. А у тебя нету, а ты идешь, а там написано, не продать, не купить. Чего ты дуришь-то? Самое лучшее уразумение, что ты не принял печать, и то, что ты ничего не продашь и умрешь с голоду. Вот. А они сами живут на этом. Данила 8.5. К этому только я прошу вас, никогда не возвращайтесь больше. Один раз услышал, самое главное, это родиться свыше, быть Вадимом, Духом Святым. Все. Ага. Понял. Сейчас, кстати, вопрос задам, потом я уже мне... Ничего-ничего, давайте до конца все. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был вид дырок между его глазами. Мне интересно, почему он шел по всей земле, не касаясь земли? На воздушной подушке. Так сказать. Это Александр Македонский. Я как-то тут разъяснял и назвал Невский. Ну, просто говорил в торопях. И он прошел, как по воздуху пролетел. До Индии дошел. Не касался земли. С конницей своей. И там конница-то, но у него не больше 30 тысяч. И Дария разбил этот овен, этот Дарий персидский-то. И с ним никто не мог бороться, а он налетел с яростью. И дальше 4 рога. То есть он умер внезапно 30 лет от перепитого вина. И дальше его царство разделилось на 4 части. Это уже занаряжено все. Этому нельзя не помешать, не содействовать. Ничего. Нас это не касается. То есть это очень было, поэтому... Да, представь, сегодня, когда разобидится, ты, козел, обидно. А ему, когда вышли первосвященник, там и сказали, Александр, у нас вот в Ветхом Джавете, тогда оно называлось, пророческие книги, ты назван козлом. И то, другое. Он не обиделся. Этот козел победит вот этого царя персидского. И он шел, как наточный, он знал, что... И так и получилось. Разгромил его, разбил и... Обезобразили его. Свои же вельможи, князья сдали ему. Понял. Так, подожди, подожди маленько. Сейчас. Говори. Говори. Да знаю, Николай с Америки. Слушаю, Николай Иванович. Говорил, говорил, что привезли сюда в другую тюрьму. Ага. Твой отец был, когда меня осудили. И точно так же. Назначили на 10 число. А 9-го меня привезли, когда в зале никого не было, кроме мамы моей. Она беспокоилась, говорит, отведите. А ей говорят, завтра судить будут. Она говорит, нет, отведите. И она как раз одна была на суде. И в Америке так же делают. Назначают день, а сами раньше осудят. Ну так. Мы знаем об этом, мы всегда их помним. И поэтому жена иногда бывает в делах житейских. Острее мужа, говорит, Иоанн Златоуст. Да. 6 апреля. Я понял. Понял. 6 апреля. Это совсем недалеко. Ну я говорю, когда меня осудили, твой отец был на суде. Всех обманули. Обманули и все. И последнего слова меня лишили. Точно такая же ситуация у вас в Америке. У них же отняли детей. Сколько их там было? Детей-то? У Козловых-то сколько? Сколько детей было? Семеро, да? Всех отняли. Даже грудного младенца. Еще спрашивают. Хорошая Америка. Зачем вы туда полезли-то? У нас такого даже нету. Ну не знал. Обязательно знать-то. Это промассоненная насквозь страна. Там никогда не было православия настоящего. А где кто там приехали? Там мормоны, да все. Сатанисты. Сатанистов регистрируют. Америка везде лезет. Везде. Сирию разгромила. Эту. Ливию. Как в Ливии жили, в Америке никогда не жить-то. Ирак. Везде лезут. И нас свое получат рано или поздно. Да. Украину снабжают оружием и прочее. Сейчас они травят и травят. Стравили. Оттуда половина там оттуда все идет. Я был в Америке-то. Понятно. А они? Да зачем было лезть в эту Америку-то? Зачем? Да дома сидели бы, молились. Уехали там и незачем. А теперь страдают. Дома бы она жила с ребятишками и никто не отнял. Александр не выдержал. Ну не выдержал, не судите его. Ну а Людмила, жена его, она покрепшая оказалась. Вот вы ваптисты. Нас как не касается. А вы нам дорогие и близкие. Мы молимся и все предупрежденные, кто не позвонит, всем говорим, чтобы молились. Здесь всякие разночтения ушли. Люди страдают. И мы здесь на страже должны быть одним фронтом. Твой отец не разбирал. Он ваптист был. А ко мне прилетел какую даль? И как он тут выступал там во дворе, говорил. Твой отец герой был. Но я тебе говорю, я его знал не понаслышке. Ты, я хотел тебя спросить, ты, послушай, а ты помнишь, отец воевал, там какой-то Сергей был, еретик там из православных-то. Вино пили. Че с ними? Ну понятно. Куда они делись? Где они? Чем занимаются? Ну ладно тогда. Ну все тогда, Николай, больше я не нужен, отхожу. Все. Да. Хорошо, хорошо. Мы объявим другим. Благодарю, что позвонил. Ты заходи на наш видеоканал, заряди в Ютубе видеоканал. Ну смотри, вот как раз это беседа, я сейчас запись идет, это там будет. С Богом. Ну говори дальше. Давай. Даниила 8, 13-14. Сейчас почитаем. «И услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». А вот здесь буквально воспринимать, что 2300 вечеров и утр. Но сектанты и адвентисты понимают, это годы надо считать. У православных это время, времен и полвремени. Время – это год, времен – это 2-3, получается 2-1-3, и полвремени – три с половиной года царствования Антихриста. Это перед самым концом. И след, кончается три с половиной года, является Христос. Мировая история закончилась, часы мировые остановились. Наступит по исторической вечности. Понял. А Иисус Христос сколько пропобедовал? Три с половиной года, так считается. Так же, да? Потому что определенно не указывается. И Антихрист также будет подражать. Все понятно. Так, 8-23, сейчас прочитаем. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусственный в коварстве. Ну, это дьявол. Антихрист, получается. Антихрист, да. Еврей. Из колена данного. И сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. В Иерусалиме. Так, хорошо. Сейчас несколько фильмов, хорошие есть. Шесть, называется Шесть, Антихрист и другие. Но это все предположительно. На деле, может быть, и не так. Так, 9-23. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. Это ангел Данилу говорит. Что такое муж желаний? Что он имел в виду? Мужем желаний называет правильных желаний и желает выполнить волю Божию. Здесь как бы двойное толкование, но оно об одном и том же. Муж желаний. Его Бог желал всегда видеть и поручить сказанное. Муж желаний. Теперь мы можем понимать, что у него желания были правильные, торжественные для прославления Бога, а которые не позже, это просто прихоти своенравные ищут. Прихоти ищут своенравные. А это муж желаний. Вот чтобы мы отсюда самое главное не годы одни считать, а чтобы я тоже был муж желаний. Желаний. То есть меня Бог желал, чтобы видеть, чтобы я участвовал в деле спасения окружающих и одновременно муж желаний, как к нему относилось, Божьи желания выполнять. Касается это и к Богу, и к человеку. Понял. Понял. Данила 9, 24, 27. Читаю. Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обострятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин не седмина, а седмин, седмин. Седмин. Предам будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седмина. Седмина, и, и. Седмина, то есть семь лет. Ага. А в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательно предопределенная гибель поседнего опустошителя. Тут говорится о последних временах, понятно, да? О Христе, о Христе, не о последних. О рождении. О рождении Христа можно было высчитать до одного года. Рождение в Вифлеемских истлях. А последняя седмина, которая напополам, это то, когда будет царствовать Антихрист. Тут промежуток выбрасывается и сразу переносится на другое. Не поняли, да? Ну так, что-то. Ну, слово седьмин на семь, это понятно? Да. Умножай на шестьдесят две. Ну и семь и шесть, сорок, два, четыреста, двадцать, еще четырнадцать. И вот от какого? Как повеление о храме выйдет? А когда повеление вышло, то надо просто посмотреть. Теперь задним-то числом можно безошибочно сказать, правильно или неправильно считали. Там четыреста, семь и шесть, сорок, два, четыреста шестьдесят пять, а на самом деле четыреста шестьдесят четыре. То есть почти точно могли высчитать, на какое время должно и говорили. Не на это время восстанавливаешь царство Израилю. То есть фарисеи, там все каббалисты, они усиленно занимались подсчетом времени, не понимая о том, что последняя седмица. Но она, эта последняя седмица, может рассматриваться как бы в малой степени к тому, что было, когда Тит и Веспасиан разрушили Иерусалим. Но здесь говорится о мерзии запустения, то есть во святом воссядет Антихрист. И устранить жертву. Жертву это то, что литургия совершается, при счастье. Больше тут ничего нет. И повлиять на это мы никак не можем. И знаем или не знаем, он любопытствовал, ему это было интересно. Интересно. А через него кое-что и мы узнали. Подсчитывать не приходится, не знаем. Но события показывают еще не время. Понял. А мерзость запустения – это что? Мерзость запустения? То есть там, где приносится жертва Господня, там будет мерзость. Вот как император Веспасиан повелел внести в алтарь свое изображение, там римский флаг или что еще говорят. Там Иосиф Флавия там что-то описывает. Здесь будет мерзость запустения. Вторая фессалоникийца, вторая глава 4 стиха говорит, и сядет, как Бог в храме, выдавая себя за Бога. Он не Бог. Он сатана в образе человеческом. Понял. Так, следующее. Даниила 10.13. То есть я сказал сатана в образе, это означает человек, в которого вошел сатана. Чтобы понятно было, что это я высказал мысль, явно отвращаясь от его образа. Повтори последнее. Даниила 10.13. Но князь царства Персидского оставил против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Я вот тут не совсем понимаю, кто против кого был. Ну ладно, слушай внимательно. Я тебе говорил как-то, что Димитрий для меня Митя. Митя. Это везде. В старых книгах и моего отца Митриевич звали. Не Димитриевич, а Митриевич. У меня Тихон Митриевич. Так, чтобы не в обиду это говорится. Оно у нас так принято, и ничего тут особенного нет. Вот. Я тоже задумывался над этим. Но ничего мне не открыто. Мне вообще ничего не открыто. Мне только открыто то, что мне не открыто. Мое знание хватило на то, чтобы узнать, что мне не дано. Больше я ничего не получил. Но мне дано послушание. И я поверил о том, как говорит Иоанн Затаус. А он говорит так, потому что тут переводы имеются разные. Каждому народу дал своего князя. Вот. Там написано впереди. А вот князя, он говорит ангела, ангела. У страны, у каждой есть ангел. А у израильского народа, еврейского, Михаил, архангел. У нас как ангела не звать. Может быть, он как-то по-другому называется. Может, и Гудеил там. Ну, у каждой в страны ангел. И вот, когда наступило время, 70 лет исполнилось. 10 седьмин. Не седьмин, а седьмин-то. И те, которые были в плену, они все это подсчитывали, молились и вопияли. Господи, да вот кончается. Ну, выпусти нас из плена. А сами-то укоренились там уже. Поженились. И виноградники посадят. Ну, это хорошо написано. Плач Еремею. Послание там. Это все об этом написано. Ну, и вот. Они просятся домой. А персидский ангел, за Персию-то, и он предстал перед Богом и говорит тоже, он ангел-то Божий. Господи, не надо им туда домой идти. Вот смотри, они, говорит, как тут живут хорошо. Идолам не приносят жертву. У них все нормально, учат. А придут опять идолов, будут соседние хананейские, и сеют, амфиризеев. И они их подомнут опять. А архангел Михаил пристал и говорит, Господи, он правильно говорит все. Ну, ты же обещал только на 70 лет. И люди-то молятся мне. Ну, как ты теперь, я-то буду выглядеть-то? Ну, отпусти их домой, выпроси. Ну, сделай, чтобы пошли. И вот они два ангела доказывали. А архангел, покровитель, как говорят, покровитель Божьей Матери, там мой Пятый Удел, там об этом в Библии не написано. А вот это написано. И доводы были очень сильные у персидского ангела, этого князя. Потому что здесь им хорошо. Главное, это надо смотреть на божественное. Но, однако, обещание Божие было. И тогда предстал Михаил, и он помог, и как бы, ну, образно, образно говоря, как бы склонил Бога на эту сторону. И Бог их отпустил. И тогда Ниемя входит в милость, Ездра входит в милость, и дают ему, все возвращает сосуды, и они возвращаются в Иерусалим, и начинают его отстраивать. Это первая книга Ездра, и вторая. Вот об этом. Понял? Понял. Вот так. Я бы никогда до этого не додумался. Сложно очень, если честно. Ну, это понятно. У каждой страны свой ангел. И они доказывают. Вот сейчас, допустим, у Украины там один ангел, у русских другой. И вот они сейчас и говорят, Господи, прекрати войну, так много молятся. А которые, ну, ангел-то это. А русский ангел-то и говорит. Я, к примеру, говорю, прости, Господи. Вот. А русский говорит, Господи, дай им еще наказание-то. Там все секты собрались. Они погубили веру православную. Они окатоличились. Они все исказили. А смотри, как люди-то стали в монастырях, убежище искать, прячутся. И смотри, они как Бога начали искать. Ну, не все же мандеровцы-то. Не все же фашистующие. Вот образно сказать так. Вот русские как бы за то, чтобы они больше претерпели и вышли из этого пленения сектантского. И там беснование идет. Все харизматы, все там. Все журавлевы. И каких только не считаешь, все там. Вот образно сказать так. Понял. Ладно. Что-то понятно. Десять. Так, Данила. Десять девять. Что-то я назад вернулся немножко. Ну ладно. Еще. И услышал я глаз слов его. И как только услышал глаз слов его в оцепенении, пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Так, что же? Что-то я не понял. А что я тут хотел? А, то есть, когда человек кого-то видит, да, он еще, то есть его вниз не повергает. То есть, как я не знаю, сила какая-то. А когда какой-то глаз, то есть говорит, например, Бог или Ангел, почему-то все сразу ложатся. Это что-то же такое. Значит, можно согласиться, что-то невероятное и страшное. Мне пришлось считать, американские ученые долго исследовали, вот, как эти звери в пустыне узнают о приближении самума. Человек ничего не знает, от него надо прятаться. И оказалось, что в воздухе происходит какое-то дрожжание. И которые дюны на метионы, они лежат в состоянии, ну, только троник. И вдруг у них начинается движение песка. И никто тогда не знал, какое высокочастотное там дрожжание идет. И это сразу действует на диапрагму у животных, у человека. И они начинают искать убежище. И вот, чел, в Америке, когда это изучали, изучили, и они там прибор такой построили, который издает такие частоты. Ну, и фильм-то составили, какой-то там матрица, там, что там. И когда наступил момент показать, как он из матрицы это вылупается, они в это время там включили его. Человек уже не может с собой совладать, его охватывает ужас. А когда человек в страх приходит, он говорит, я весь задрожал. Вот задрожал. Что? Не могу объяснить. Но теперь уже все объяснено. Так даже те, которые билеты покупали, они, говорят, бросились, не знают, в какую сторону бежать. Динамики такие сильные с этим, не звуком, а именно вот с этими частотами. И вот здесь я так предполагаю, что что-то в тембре, во всем этом тайна. И у человека эта диафрагма покрывается страхом, он не может стоять, он падает, поверся вниз и потерял сознание. И приводит чувство его. Это я уже накладываю на сегодняшнее исследование, чтобы понятнее было. То есть образ так не сокрушает, как голос сам. Он просто увидел, был человек, вот возьми, Иисус на вин стоит. И в это время видит, кто-то подходит. А он не знает, кто. Он говорит, ты из наших или из супостатов? Он говорит, я архистратик, то есть начальник воинства небесного. И он сразу упал на землю. Сними обувь твою, ибо место сие, на котором стоишь, свято, святое есть. Это дважды было Моисею сказано, Иисусу на вину. Интересно, Эмилия Войнич, когда написала овод, и она взяла название именно «Сними обувь твою». Сними обувь. Когда спросили, почему она рулисонера, Артура там показала таким. И она говорит, по дурости молодости своей. А когда разобралась в них, мне нравится выражение лауреата Нобелевской премии, это еще я раньше читал немецкий, Аурел фон Юхан. И он говорит, коммунисты при помощи справедливых на первый взгляд идей умеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения. А у людей вот такое возможно, а у Бога нет. Но при том, если сатана наводит страх, вот это у него все сжимается у человека, то он и дальше нагнетает страх, человек с ума сходит. А Господь не так, и он успокаивает человека, ангел, и говорит, не бойся, это я. Видите, и Господь на море, когда они испугались, и Он им говорит, не бойтесь, это я, Иисус Христос. Вот в чем разница. Страх. Но страх один временный, а другой продолжается до умопомешательства. Понял. Данила 10.20. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. То есть тут опять об ангел... Опять. То есть мы молимся ангел-хранителя, и мы еще, если уже православные, должны молиться об ангеле нашей страны. Как он ангел страны нашей называется? Но не Михаил. И ангел греческий. А почему именно так? Еще спрашивают, почему весь Новый Завет на греческом языке? И Греция их завоевывала, Александр Македонский оттуда, и переведено от них пошло на весь мир, и, видимо, тот ангел тут же что-то говорил. Но это именно об ангелах страны. Не человек. У каждого хранитель, ангел. Об этом Господь сказал. И Евговорит об этом же. Не презирайте ни одного из малых всех. Ибо ангел их видит лицо Отца Небесного. Это Христос говорит. То есть у каждого человека дается ангел-хранитель. Одни считают, что он дается при крещении, а другие в момент рождения. Я столь не думать, что при рождении. Иначе как бы неверующие были живы. Никак. Кстати, вот еще вопросик. Я вот сразу не касаемся книги Даниила, пока не забыл. Вот смотрите, у каждой страны есть свой символ. У нас медведь, у Америки орел. Они же что-то же значат. И как-то же в Библии все-таки же могут отображаться наши страны. Я могу сказать флаг, которое изображение, это главное направление какое? Серп и молот. Это объединение пролетария всех стран соединяйтесь. У русских был пятиконечная звезда. Это масонский знак. Это масонский. А шестиконечный это сианистский знак. А флаги, флаг да. Вот Украина что такое? Желтый, а вверху синий. Оно то вниз сделает синим, то кверху. Они даже не знают, что это. Я говорю, а почему желтый? Ну это подсолнухов у нас много. Великое дело в подсолнухе. Вот я еще раз говорю. Мне вот это Господь показал. Не было такого флага, как российский и никогда не будет, его нельзя создать. Он вневременный, внеконфессиональный, вненациональный. Рождается все в крови, земля пропитана кровью. Второе, помышляйте о горнем, а не о земном небо. Это для всех, для мусульман, для всех. И третье, белое вверху полоса. Видел я великий белый престол, то есть суд Божий. Это вся история мировая в этом флаге. Я думаю, флагом этим Господь показывает милость к российскому народу, чтобы задумались о небе, о вечности. И когда этой курице, это двухглавый там не изображают, или орла, там как угодно называют, там София, палеолог, кто-то принесла. Да много можно говорить. Но флаг, флаг, это дар Божий. Каждая страна может показать русская промышленность черной полосой в Германии, у Америки там или в Англии, в Великобритании полосатая владыча Самарей, ну и прочее, прочее. А в Америке там эти штаты, у русских ничего этого нету. Только одно. Родился в крови, помышляйте о небе, и будет суд Божий. И в этом вся история мирового созидания человечества. То есть все звери никакого значения не имеют? Для них он имеет. Почему льва изображает? Китай там змея. Почему? Да потому что христианства нет, и это дракон. У них змей. Считается поднебесной. Но она поднебесная, не небесная. А почему считается поднебесной? Япония страна восходящего солнца. Потому что там начинается день, а в Америке заканчивается, ну где-то он должен начинаться, ноль. От нуля-то идти. А поднебесная почему? Ну так было принято. Может из-за того, что дракон с крыльями он летает под небом. А то у них веры-то вообще в Бога никакого и нет. Вообще никакого. А они там, каждый может быть Буддою, дойти это состояние нирваны и прочее. Я занимался этим, когда я старался утвердить это. Я увидел, это все бесовщина. Ложь. Понял. Ну ладно. Так. Даниила 11... Кстати, еще один вопрос. О православии и о католицизме вообще пророчества есть в Библии? Прямо относящиеся? Нет? Нигде не находил этого. Ни разу. И ни от кого не слыхал. Придумывать, конечно, все могут. Как сейчас мусульмане придумали там 200 пророчеств, а Магомете, что он придет. Ой-ой-ой. Ну все подгребает. И где говорится о Христе, то другое. Ну никого же не видишь, что там говорить. Ну видишь, что они не просвещены Духом Святым. И поэтому они прилепляют абсолютно неотносимое. И там ошибка. Я говорю, какая ошибка-то? Да вот Евангелие написали. Это все... А кто ошибку-то сделал? Из-за ошибки они шли, умирали апостолы? Ну что тут дурью-то мается? Шесть столетий люди верили, и вдруг он приходит. Приходит и... А святые отцы все считали, что это не от Бога и проще. Кирилл и Мефодий это доказывают. Много написано. Нам не надо тут уже исследовать ничего. Есть такие люди, которые, как Полосин Вячеслав, вот он перешел в мусульманство, а в священник, православный, Полосин. Не знаю, Вячеслав я назвал правильно или нет. И он теперь какой-то Мухаммад или как они его там назвали. Ну, я понимаю, если бы он был здесь и такой же щетину отпустил, такой богослов он у них. Но только одно, что ты никогда никому не можешь сказать, Христос воскрес, какая тебе еще нужна казнь? Вот вообрази себе, что никогда ты не будешь надеяться на Христа, который тебя воскресит. Ну и все. Больше ничего не надо. Не надо говорить даже ни о чем, даже на земле. Ты никогда не сможешь обнять человека, поцеловать и сказать, Христос воскрес, а тот ответит, воистину воскрес. Одного этого ты лишился, а в этом все. Если Христос не воскрес, так и нам нет надежды. Апостол Павел это доказывает. 15 глава, первое послание Коринфянам. Дальше говорите. Так. Даниила 11.1.9 стих. Я там все читать не буду, просто суть в чем? Кто такой царь северный и царь южный? Это относится к нашему времени или нет? Да, вот об этом. Ну, они понимали так, что откуда на Израиль нападали, но у святых прямо показывает на север. И об этом речь идет. Север это то, что сегодня называют Раша-Параша. Войска непобедимейшего царя, ну, мы знаем как, хотим мы этого или не хотим, даже кто ненавидит Россию и проще, они должны все-таки сказать, если еврейский народ является закваской, закваской, по-другому не назовешь так Богом, ну и Россия занимает непростое место. Вот Роша Мишеха и Фувала, когда написано в пророчестве, относят Роша это Раша, о России. Ну а как здесь понимать? Ну ты можешь не понимать, но северный непобедимый народ, северный. Смотри, докуда дошел Чингисхан, где он закончил? Где Мамай закончил? Здесь. Наполеон зашел, все, Москву захватил, где захлебнулась 600-тысячная армия? Здесь. Гитлер все захватил, где ему хребет сломали? Ну же все, вплотную к Москве здесь. Поэтому Россия это оплот всего мира, оплот мира. Несмотря, что в другое время она насаждает и войны, и что угодно. Но однако по мировым событиям видно, что если не будет России, сдерживающего фактора уже не будет никакого. И поэтому что-то еще бы они творили, американцы, но все-таки понимают. Я сейчас разговаривал по телефону, это наши знакомые ваптисты уехали, и там семья Козловых, и у них семеро ребятишек, и дочка там что-то штаны надела или покрасилась, и мать ее наказала. Как она наказала ее, говорит, там постигала? У них детей отняли и дали им, кажется, по 10 что ли лет они отсидели. За своих детей. Последнего ребенка было там, я не знаю, две недели что ли от рождения. Добрая, демократическая страна, она жестока и безжалостна, Америка. И это надо сказать. А у вас лучше? Да ничего не лучше. Ну не надо хвалиться. Советский Союз везде лес. И в Парагвай, и в Кубу, и в Алжир. Везде войска толкали. Везде все эти смуты поднимали. И поэтому на кого роптать-то? Когда сейчас и в Украине-то покоя нету. Почему? Люди неверующие. Это и понятно. И вот это северный царь, он придет туда. Считается, что войска спустятся вниз. И у меня знакомый очень хороший был человек, он умер. Устинов Александр Иванович, он за пропоть был приговорен к расстрелу. А потом ему заменили 25, 5 и 5, 35. Вот. И он говорил своим сыновьям, у него 7 сыновей, 8 сыновей у него и 2 дочери. И он говорил, призовут в армию, только не ходите в Израиль. Потому что там падут они и будут разыскивать кости. Там написано сколько месяцев в 7. И будут ставить вешку и будут хоронить. Все войска северного царя погибнут там. А когда? Когда Антихрист видимо будет, тут уже несогласие бывает. То ли это будет перед самым или во время царствования Антихриста, когда на него пойдут. Поэтому, да как говорят, а вы как думаете, я вообще не думаю. Дело покажет, как будет. Зачем? Многие гадали, да ничего не получилось. Из сроки, не ваше дело знать времена и сроки. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, который Отец положил в своей власти. Вот так. Значит, 6 апреля у них второй суд будет там помолитесь. Александр и Людмила. Другим сообщи. Вот. Они баптисты. Ну, вроде бы отец-то сломался, подписал, что отказывается от детей, не претензует. А детей там кому раздали и проще. Такие фотографии хорошие. Баптисты там молились, ничего не помогло. Америка это безжалостная страна, безжалостная. Вот у русских было такое, когда на севере были, посылали миссионеров, Вениаминов вот этот был, когда он у них проповедовал северным народом, там, Герман проповедовал. Ну, мы были иннокентии, Вениаминов. А у Америки не так. Они там захватывали эти племена какие индейские, заставляли принять, а потом сказали там, ну, большие, большие поселения было, 20 тысяч, 30, вот. А потом, говорят, они снова начали поклоняться своим божествам. Они немедленно высылали войска и истребляли всех до одного. Ну, там, у Купера можно посчитать, где он и погиб. Она не знает жалости никакой. Почему? Потому что она вся промассоненная до последней нитки. Они оттуда сейчас заправляют всем. У нас в России же тоже сейчас эта ювенальная юстиция начинает набирать обороты. Так что у нас тоже самое. Понимаешь, тут тоже неоднозначно. Потому что есть дети, которые угнетаются пьяницами родителей, бьют, насилуют, а тут еще понижают сроки, педофилам дают льготы. Почему не дают мусульмане льгот? Хотя они официально там могут раньше жениться. В Китае вон вывели их этих взяточников, тут же на поле расстреляли. Прям тут же показывают как и... А здесь ничего нету. Коррупция, коррупция. Почему в Китае нету? Ты вот, если придется, заряди такое и посмотри. Прощание славянки. В Ютубе только. Китай. Китайский. И посмотри, как маршируют там девушки идут. Как они идут. Китайские или парад китайский. Ну, сто дивизий против одной российской. То есть, они пойдут в Китай там. И как они идут, как маршируют. Как у ту немцев было. Как-то один Павел писал, говорит, лицо в лицо, пошив, подшив, в пошив подогнанные люди. А может быть и Гитлер жив. И то, что было, будет. И там показано, как они идут, маршируются. В одном месте показано, как они там доски, там такие дубины друг об друга бьют и ломают. Вот сейчас у них там, когда это была Олимпиада, то они захватили все золотые медали. Говорят, какие-то составы дают пить там и проще, но приборы не обнаруживают. Это не допинговые какие-то. Это высокотехнологично развитая промышленность и проще. Туда едут покупать, а не они сюда едут покупать. А так так уже между делом. Так что северная страна, это все толкуют это о России. Северная, севернее николон. Ну не Норвегия же придет, не шведы. Не Исландия. Так, хорошо. Следующий тогда. Данила 11, 10, 28. Давай, считай, сейчас я его возьму. Говори. Так, потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним с царем северным, и стоит большое войско и предано будет войско в руки его. Ну это все о наших правильных временах. Вот это северный и южный царь. Я хотел показать, видно, нет? Да, видно. Давай, давай, вот сюда. Я надену. Слушай, мне неудобно, я одной рукой, ну ладно, спугнул. Это молодой вырос такой. Я из комнаты в комнату хожу, он за мной летает. На шаг не отстает. Вот он стоит. Так, повтори еще, пожалуйста. Я хотел вас порадовать просто. Классно, конечно, что голуби прямо у вас живут. Даниила 10, ой, Даниила 11, 10, 28. Да. Тут говорится о северном, о южном тоже царе. Это тоже к нашим временам правильно относится? Все идет. Там один другого там наступил, другой другого победил. Так, ну это хорошо, ладно, не будем тогда на этом останавливаться. Даниила 11, 35. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Тут именно прям о последнем прям времени делать. Ну, правильно, об этом, как мы считаем в откровении. Под жертвенником увидел душу убиенных, им сказано было на малое время успокоиться, когда братья ваши дополняют число. Вот это дополняющее число у Бога назначено сколько мучеников, сколько исповедников, и ни один лишний там не будет. Вот и все. Понял. Данила 11, 38. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. Вот мне интересно, кто такой Бог крепостей? Понимаете, здесь опять же говорю, толкует и о времени, когда был разрушен Иерусалим, и о времени пришествия Антихриста. Поэтому нас должно интересовать, допустим, где труп, там соберутся орлы. Бог крепостей называют там или почему? Много крепостей у него, защита. А какая крепость? А может быть, это баллистическая земля-земля ракеты, которая под бетонными колпаками там находится. Это крепость, и там близко не подойдешь. Даже после атомных ударов и что-то еще остается, и может какая-то ракета взлететь. Крепость это и подводные лодки, что угодно можно назвать. То, что дает защиту. Америка-то по-другому бы вела себя, если бы не чувствовала. Даже все разрушено уже сейчас. Но смотри, какие средства опять отпускают, и они с тревогой смотрят. Если этот год пройдет без войны, ну, слава Богу, мы каждый день молимся о мире для Израиля, Украины и России. Если только будет, то просто испепелиться. Третья часть населения земного шара исчезнет, земленая трава. Это откровение говорит. То есть, если будет сейчас война, она в любом случае уже будет хорошая такая прям, да? Третья мировая, обязательно с применением огня. Всё понятно. То есть, это атомное расщепление. Да. Так, Данила, 12,4. 12,4. А ты, Данил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают её и умножатся в ведении. Вопрос. Прочитали ли эту книгу сейчас уже? Не знаю. Это мы не знаем. Написано, что часть была сокрыта и приезди написанные книги и они сокрыты. Большинство книг сокрыты. Их нету нигде. Мы не знаем, будут ли они открыты. Бог обещал. А обещание, когда люди недостойные, Господь отменяет его, отодвигает. А ведение, это что? Знания. Новые знания. Технологии. Да. То есть, знания умножатся. Мы видеть это будем по политическим событиям. Я вот был маленький, но совсем какой там, ходил там, может быть, пятый класс или ближе. И дедушка наш, Егор Иларионович, собирал бабушки, читали, и они разговаривали, и дед им говорил, толковал, там читал книгу Златоуза, откуда брали, я не знаю, но там разные святые отцы, что будет последняя война с Китаем, и война закончится между двух рек Бия и Катунь. Я не знал ни Бия, ни Катунь, но когда узнал, что город Биск там стоит, ну, откуда они могли знать-то? Это 55 лет назад еще. Так они-то знали-то из книг, которые раньше написаны, другие книги, что война закончится на Бия и Катунь. А почему тут? Не знаю почему. Видимо, Америка вступится и поставит предел, остальное им самим надо к себе прибрать будет к рукам. Я так могу только предполагать. Китай все не позволит захватить, потому что тут ресурсы нескончаемые, еще ради Америки их лишать все будет. Когда растерзан труп будет валяться, каждый постарается что-то у него взять. Вот иногда я попутно хочу сказать. Мы ездили в Владивосток, когда ездили, дороги там новые, там не было, называют Путинская дорога. Ну, она хорошая, ну, делали быстро, там где болотистые места, все не выкорчевано, под ними теперь дерево гниет, провалы, ну, а уже лежит асфальт, и она прям волнами идет, как шифер. И теперь туда везут и везут эти провалы-то, заваливают-то, ну, не землей же заваливают-то. И только асфальт варят, и Путинская дорога. Куда дорога? Там тысячи километров едешь и ничего нету. А говорят, это переселение народов. И начинают китайцы, там уже чуть не 25 миллионов, туда едут, а эти разные туркмены, которые там мусульмане, Хабаровск, это наш город, и прочее-то. И Путина там фосы в гриву костерят. А я думаю, зря. Ну, не так, значит, войной заберут. Ну, представьте, собираются в ООН, там, государство 136-176, и рассуждают. А почему такая территория, одна частая часть суши принадлежит одному единственному народу, который ни людей нету, ни обиходит, ни полезное ископаемое, ни обслужит. Почему? Разве Бог создал только для народа, который вымирает? А не для Китая, не для других, не для Турции. Их понять очень даже понятно. Ну, прошло время, Хабаров был, попользовались, загадили землю, а давайте другим. Это они так рассуждают. А тут бьются за Шикотан, за Кёнигсберг, смешно даже. Хорошее отношение надо поддерживать. И поэтому винить не надо правителя. С его позиции, от того, что мирным путем Лыше Пусть заселяется, ну, как вот Штаты какие-то в Америке там, и они изучают язык, приезжают там эти чеканы у нас, из Бразилии. Ну, как вот у нас, у России было, Татарстан принятый был. То есть, он подчиняется сарю на своем языке, своего богу поклоняются, Аллаху. Ну, а они Конституции признают. В Дагестане не хотят, в Чечне, как бы ни крутили, но против Конституции они не пойдут, потому что она в составе находится. И мы должны, вот сейчас бы, ну, правильно, даже Жириновский говорил, дать Японию там, ну, сколько у ней размер страны-то, ну, раза в два больше дать ей Дальний Восток, они его обиходят, а там оставить несколько человек, как чтобы ездили, смотрели, их смывает морем. А у нас просто, ну, пускай будет автономная еврейская область, а рядом автономная японская область. Пусть они изучают язык, что-то знают, свой язык преподают. Рассуждение-то правильное, физически грамотное. А патриоты, это самое сегодня зловредное, они, да ну, да как, да так, тогда отнимут. У меня стихотворение есть, отдайте шикотану, Кенигсберг отдайте, считали? По-моему, кто-то поет, а, песню, по-моему, пели. Пока не поздно, поспешим. Нас не осудят дети и проправных, что мы во время бури и штормов забор трубили мачты, не тараном, спасли Россию ясности умов. Это мое стихотворение. Вовремя, значит, отдать надо. И что, открыли им, люди приходят, ну, многие тут туркмены, другие, дают им гражданство. И что, это правильно? Правильно. Неправильно, что своим не дают, которые приезжают, 25 миллионов за границей и не могут гражданство получить. Вот это неправильно. А что другие населяют пустые места? Правильно. Абсурд полный. Насчет ведения, все-таки, смотрите, знания, да, это получается? да. За последнее время, сколько у нас знаний прибавилось по технологиям, по всему, и компьютеры, и прям космос, и все остальное, это же не просто, это же так. Может быть, все-таки эти книги уже были прочитаны? Ну, и что? Ну, то есть, уже все они прочитаны, получается. Ну, все другого-то не будет еще. А как будет, что, не знаем, как это будет. Но мы только определенно, четко знаем, что знание увеличится. Ну, за счет чего? Гадать не будем. За счет священного писания, за счет событий, которые сегодня совершаются. Главная роль при Антихристе, я так думаю, и не я один только думаю, что будет иметь голография. Голография, знаешь, что такое? Пространственное явление, образов и прочее. Он будет всем показан, всему миру, и образ его двигаться будет и говорить. Это как раз об Антихристе. Копировать будет Иисуса Христа в предшествии. Как? Копировать будет Иисуса Христа. Ну, вот говорят, но как это поверить, что это будет именно Москва, 17-18 глава Откровения? Я доказываю, еще никто никогда ничего не мог возразить. В первую очередь написано, город великий. Ну, можно бы согласиться, что это мегаполис? Ну, да, тут с этим соглашаются. Ну, дальше, семь голов, которые видел, это семь гор. А сколько городов таких? Известно, три города. Амана-то маленькая, совсем там, ну, среди этих, туземцев там, считай где-то. Ну, там Вашингтон. Ну, хорошо, это на Вашингтон будем думать. Хорошо. А дальше, говорит, и напоила вином блудодеяния весь мир. Вино блудодеяния это учение. Какое учение у Америки? У нее никогда не было ничего. Это как бандит с большой дороги. Грабит и грабит все. Никогда. У них и фильмы-то все такие, все грабеж да грабеж. Хвалиться-то совсем нечем. Ну и что? Да ничего. Нельзя посыпать головы свои, от которого обогатились. От Америки кто обогатился-то? Обогащаются за счет России. Миллиардер в один день встал, как Березовский говорит, и я понял, я сказочно богат. А чертежник был-то? Никто. Они поделили этим ребятам, там, там масоны, евреи, евреи все 100% в Америке решили, подобрали, заранее посоветовали, придумали эти ваучеры, а народ-то что? А куда их девать? Не знаю-то. Они их скупали, скупали золото, как Абрамович. Вот у нас Игорь Добунов, он все это знает там, как на севере было. Ну что, счастье Березовскому-то принесло? Я как-то говорил об этом, он выступал против Путина последнее. Я перечислял, кто против Путина выступал, все внезапно умерли. Да, кстати, интересно. Слышал? Я перечисляю, да я еще там не назвал многих. Возьми вот последнее Новодворское, как ее кто-то поджигал где-то. И что? Какой-то пупырек на пальце в больницу, и все, и не вышло. А человек-то героически, сколько она сидела, и прочее. А дальше показывает, как она в печи 700 градусов сгорает, в пепел превращается, в гроб ее. Да. Не надо, говорится, дорожнить гусей. Так, ну ладно. Следующий вопрос по Даниилу. Даниила 12.10. Многие очистятся, убилятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Уразумеют что? Что в последнее время? Не только. А давай-ка мы откроем еще одну книгу. Откровение. И в Откровении есть 22 глава. Вот. И сказал мне, не запечатая слов пророчица книги, все, ибо время это близко. 11 стих, 22 глава. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правда еще и святой да освящается еще. Все грядусь скоро из вас. Возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Вот и все. Это то же самое. Они это делают и праведники получат откровение в Богу, что скоро он придет, надо все претерпеть. Не обязательно в пророчествах только. Вот когда разговариваешь с людьми, которые настоящие, которые прищищаются, исповедуются, соборуются, у них особый настрой. Когда люди молятся часто, они по-другому выглядят. Мне интересно воспоминания о Паустовском Константин Константинович. Ему сын как-то сказал, а почему мама все время как будто светлее делается, а ты, вот отец, все темнее и темнее. Говорит, у меня впереди ничего нет, кроме лопуха на могиле. Я своими словами передаю. Каждый день меня приближает к полной развязке. Она каждый день готовится к радостной встрече, жизни навсегда. Еще спрашивает, какое у нас лицо. Вот и весь ответ. И так и здесь. Святой досвещается еще. Ты познал правду, твори правду. Не ворохнись душой никуда. Хорошо. Данила 12.12 Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Это... Вот эти дни пересчитывать, я и говорю, адвентист их пересчитывают, а потом перекладывают, потом меняют. Нам это не дано. Все эти цифры остаются запечатанными. Нет, меня это не интересует насчет дней. Меня интересует блажен. Почему кто достигнет блажен? будет? Слово блаженство означает счастлив, здоров. То есть, для вечности. Ну и вот, который достигнет, какое времени, а что это за время-то? Когда ты, Даниил Сысоев, говорил, какое счастье быть мучеником, минуя мытарство, сразу шагнуло на небо. То есть, получить блаженство. Это мы говорим сегодня. Конечно, нелегко это было. Варвару мучили, Екатерина, великомученица, Георгий Победоносец. Но они шагнули, и они на небе. Они блаженны. Блаженны? Интересно, едут два Макария. Макарий Александрийский и Макарий Великий. На пароме. А там стоят молодые князья, сенаторы. А они оба, представьте себе, в какой монашеской одежде. Как они отличаются от мира, как выглядят. И они подошли к ним и говорят, вот смотрим на вас, какие вы блаженны. А слово Макарий переводится блаженны. А они говорят, действительно, мы блаженны. И дальше стали с ними разговаривать. И оба эти сенатора сложили саны и тоже стали блаженными. Вот и все. Блажен тот день, когда ты услышал о Христе. И когда умираешь за Него, да? Да. Это самое высшее блаженство. Потому что в вечности будет радость во Христе и страдание без Христа, но не будет возможности пострадать со Христом. Вот это надо помнить. То есть, ад будет, рай будет. А прославить Христа страданием, верностью, этого уже не будет. Это только сегодня. Поэтому не отвращайся, сын мой, от того, что он назначил. Благодари Бога. Потому что сосуды закаляются в огне. Это есть такое стихотворение, когда горшки обжигали, а один горшок спрятался за другие там. И его не обожгли. Ну, остальные-то начали наливать воды. А в него налили, он и раскис. Он и потевает. Стихотворение. Но смысл-то понятно. Ты неиспытанный. Тут даже говорить не надо. За одного, говорит, битого дают, говорит, десять не битых. Потому что он не битый, он хорохорится, а на самом деле ничего и нет. Я каждому говорю, вот начинает, я вижу кто-то возноситься, я говорю, будь потише, ты еще там не был. А то так размажут, что и ложкой соскребать тебя будут со стенки. Это опыт, его ничем нельзя заменить. Ничем. Я Богу благодарен, что я соприкоснулся с тем, что тяжко. С расставанием, быть среди чужих людей, видеть, как убивают и быть верным. Нигде, никак. Меня Бог сохранил от всякого предательства. Владимир Тихонович, получается, чтобы избежать мытарства, да, сразу же примекуем в рай, это нужно просто умереть за Христа. Так получается, я тогда буду специально кидаться под того, чтобы у меня за Христа там голову отрубили, еще что-нибудь. Святые заповедовали, быть верным. И когда сами бросались, вот так же, заходили в печь, как житие святой Дроссиды, святые мужи запретили. Никогда этого не делать. Бьют в одном городе, бегите в второе. В другой город. Спасайтесь. А вот когда возьмут, тогда будь верен. Когда сами возьмут, сам не напрашивайся. То есть это тоже предусмотрено было, да? Да, это предусмотрено. И Господь это знал. Блаженство, все, но сам туда не лезь. А уж как позволено будет? Себя Господь изберет, но это дело ты увидишь тогда. Да, наступил час. Его искали, Анфима Некомедийского, мы считаем об этом. Климент Анкирский, тот страдал 29 лет, 11 месяцев мучили его. Мучили, насаживали его на пики, вырезали, что с ним не делали только. А другие их арестовали, сразу казнили, сожгли, и все в храме. То есть ясно дело, что это мучение то больше принесет славу. Но тут только главное, как устоять. Но мучение будет невообразимое. Почему есть мнение, святые говорили, что даже мы этого не выдержали бы. Поэтому надо сегодня поскромнее жить, готовиться к этому. Почему Златоус и говорит, кто к этому не готовился, неожиданность сильно расслабляет человека. Ой, я не ожидал. А то другие, да ладно это, да ну, еще посты какие-то. Он придет, Антихрист, мы ему тогда врежем. А он когда придет, уже резать-то нечем будет. Ты уже подрезанный весь. А ты сегодня пост держи крепко, все, что Церковь Православная установила. Вот так. Не пропускай воскресные службы, единая натургия, исповедуйся, ну и лишнего-то не болтай. А исследуй святых отцов, смотри Библию, запоминай наизусть, молись семикратно в день, если есть возможность. И Бог как-то тебя будет укреплять и укреплять. Игнать Тихонович, секундочку, там мне сын звонит, сейчас я... Ага, Игнать Тихонович, извиняюсь. Мы уже все, тогда отошли на этом. У меня перерыв случился. На этом расстаемся, выключайте, до свидания. Все, до свидания. Все, с Богом, благодарю, что зашли. Угу. Продолжение следует...